Дима, поздравляю с победой. Так получилось, что в последнего сезона забил свой первый гол вообще заделал Брест. Что по матчу в целом, можешь сказать? Матч тяжелый получился, в силу того, что поле такое было не очень. Мы знали, что оно такое будет. У нас в Бресте такое же. Подбирали специально буты, бампы. Вышли, сыграли. Условия равные, получается. По первому тайму так тяжело. Это было хорошо, что первый забили. От этого чуть легче стало играть. Потом второй, третий. И все, довели спокойно. Как-то не мычим, может, особенно удивил? Какие-то сюрпризы преподнесся? Нет, если честно, нет. Была игра только через нападающего высокого в основном. Все, готовились к этому. Лично я был готов к этому. Получилось, что хорошо разобрали. Надежно в обороне, без ошибок. У тебя хорошая концовка получается. Два последних матча сезона. Ты в старте. Отбегал полностью. Можно сказать, что вышел уже на рабочие мощности? Ну, понятно, что нужна практика постоянная. До этого же не играл сколько. А тут все-таки турниры дублеров и основная команда совсем другой уровень. Тут выходишь и чуть тяжело было поначалу. Я говорю, еще бы пару матчей, так вообще еще бы лучше сыграл. А так, ну, постепенно. То есть был честно для себя, если было как-то не вовремя заканчиваться, да? Да. А я бы еще продолжил, если честно. Сегодня там с тобой Саша, наверное, играл. Непривычная для него позиция. И, с учетом того, что разница бороться с стороны защитника, он, ну, кажется, низковат. Как обсуждали заранее? Наигрывали, может, связочку эту вашу? Ну, конечно. Как бы сразу сказали, что мы с ним будем играть. Ну, почему нет? Как бы Саша добротный, хороший игрок. Ну, и как бы универсал, да? И, может, и в защите сыграть. И нет уж, мне-то без разницы, с кем играть, да? Ну, не знаю. Мне кажется, вышли нормально, хорошо сыграли с ним. Мне кажется, это лучшая связка в Беларуси. Центральных защитников. Про год в каталочке уже поговорим. Как это ты заковылял коленом? Как получилось? Все пролетели мимо, а один ты остался, да? Ну, да. Такая традиция какая-то сложилась в Бресте. Ой, в Бресте. В Гродно в последнем туре забивать. Не знаю, чуйка какая-то есть. А для тебя еще ты в Нафтане еще тебя спасал, да? Разбивал. Было дело. Ну, единственное, побежал на дальнюю. Мяч прилетел. Бедром протнул вот туда. Все. Паш, вот такое получилось хорошее завершение не самого такого обозначенного сезона. Какие сейчас у тебя эмоции? Когда уже все, наконец-то отпуск за горами? Ну, во-первых, положительнее то, что выиграли. То, что они удачный сезон провели. Надеялись, будет лучше. Но эта игра ничего не решала, что мы вместе поднимемся или опустимся, как бы останемся на своем. И для Немана, и для нас. Все равно это считается как дерби. Мы выиграли. Ну, более-менее. Для тебя вот эта вот планка, которая уже покорила 15 голов, в этом матче не получается как забить. Сегодня, учитывая то, что это бывшая игра в Немана, в последнем сезоне как-то может косился, все-таки 16-й как-то заколочил. Не, решил не огорчать бывший клуб. А вообще статус лучшего бомбардира чемпионата для тебя что-то значит? Ну, да, конечно. Давно в целом году не получилось. Там от Миши. Миша оторвался. В этом вот получилось. Может, потому что он не играл, я не знаю. Ну, конечно, значит. Рад. Сегодня погода такая. Ты в самом начале тайма еще обувь поменял. С чем это вот было связано? Порвали бутсы мне, потому что. Поэтому, да, поменял. Ну, конечно, поле очень тяжелое и замерзшее, твердое. Ну, считаю, что надо сделать чуть раньше игры. Но это не ко мне вопрос. Ну, во-первых, с победой. Важная игра, принципиальная против Немана. И успех в концовке сезона. Насколько это важно вообще победить в хорошем настроении в этой игре? Всегда важно победить, потому что каждая победа очень важно для как клуба, так и ребят. И сегодня мы победили сюда, в Гродно. Как я слышал всегда, это дерби западу, да. Мы победили, мы выиграли 3-0. Это очень, очень хорошо. Но я очень доволен, что нет травм. Как на стороне Немана, так и на стороне Бреста. Потому что сегодня поле очень плохое, твердое. Твердое для меня. То нет до игры, то только риск, каких больших травм. И поэтому я очень доволен, что как на стороне Гродно и у нас нет травм. И ребята, можно поехать на отпуск спокойно. А вот с Кисляком в начале матча все-таки что случилось? Да, там что случилось сейчас. Они смотрят, что это. Диагнозу я не знаю. Но я думаю, что там мышцы, мышцы, мышцы. Так, думаю, что это. Ну, там вот, получается, были какие-то ребята там советские, изучают ли они даже обувь поменяли. Видимо, там без шипов какие-то отделы специальные, правильно? Из-за дизайнов. Ну, так они там на разминке там пробовали играть в бутцах, потом бамби, да. Но я думаю, что там не была большая разница, потому что поле, то есть тварь, то как бы мы играли в футбол на паркинге сюда, в бокс-тарьону. А сейчас какие-то планы команды сразу? Не-не-не, команда, команда, но завтра выходной, послезавтра, но еще в среду, четвертую, пятницу и в понедельник есть официальный конец сезона десятого. До этого времени тренироваться будете на базе? Да, там мы будем на базе, посматриме, что будет, что можно сделать, можно только в сали, там для нас, чтобы было весело чуть-чуть, так что посматриме, какая будет погода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...